Здравствуйте, друзья! С вами я, Олег, и канал «Я и мой хвост». Сегодня мы с вами находимся в Кемеровском государственном цирке. Это своеобразная мека для донсировщиков. И сегодняшний наш разговор будет о здоровье наших с вами питомцев. Диалог будет состоять с ведущим специалистом областной ветеринарной клиники, которая находится на Федоровского, с практикующим доктором цирковой системы Владимиром Геннадьевичем. Владимир Геннадьевич, расскажите, с какими видами животными вам приходилось работать? Здравствуйте. За свою практику мне приходилось работать со многими видами животных, начиная от самых маленьких и заканчивая животными гигантами, как слоны. Все вы знаете, что в цирке очень много животных. Это собаки, кошки, морские животные, водоплавающие, рептилии и так далее. Спектр очень широкий и очень разнообразный. Владимир Геннадьевич, наш канал узкоспециализированный, скажем так. Мы занимаемся вопросами, связанными с собаками. И поэтому я вам буду задавать вопросы, которые связаны непосредственно с нашими друзьями-собаками. Я считаю, что человек, который берет домой собаку, он должен с особым усилием и вниманием подойти к выбору породы. Вот как ветеринарный врач, что вы можете сказать, какие моменты ожидают, на что должен обратить внимание владелец при выборе породы? То есть есть же какие-то сопутствующие заболевания у крупных и мелких пород собак. Вот вопрос такой. При выборе породы собаки на что нужно обратить внимание? Да, Олег, я понял. Значит, нужно в первую очередь определиться, для чего вы берете собаку. Собаку можно взять маленькую, большую. Больших собак берут в основном для охраны, значит, для каких-то выставочных моментов. Маленьких декоративных собак в большей степени берут для души. Это мохнатый питомец, который находится в доме. Да, существует очень много особенностей видовых по породам. И прежде чем вы собираетесь завести животное в доме, вы должны четко и, как говорится, 7 раз, отмерь один раз, отрежь, определиться. Значит, все начинается с самого начала. Берете щенка. Значит, ваша первостепенная задача обязательно взять по данной породе литературу, обратиться до этого к какому-то специалисту. В частности, что касается психологов животных, это новое направление, очень нужное в настоящее время. Потому что бывает так, что берут собаку, натешились, наигрались, и потом эта собака может быть выброшена или куда-то сдана. Для этого, чтобы этого не происходило, нужно обращаться к людям, которые непосредственно занимаются психологией. Дрессировка одно, психология, значит, психология это совершенно другое. Когда вы выберете щенка, вы должны обратить внимание на его состояние здоровья. Если вам, значит, что-то непонятно, вы можете в любой момент обратиться к ветеринарным специалистам. Обязательно животные вакцинируются. Маленький щенок, это маленький ребенок, нужно делать все поэтапно. Сначала мы животных глистогоним, затем мы начинаем ходить на прививки. Если что-то вдруг возникает, какие-то проблемы, человек теряется, он может понять, в чем дело. Он тоже должен обращаться к ветеринарному специалисту. Ну, это понятно, Владимир Геннадьевич, взяли мы щенка, я тоже просто прочитали какую-то литературу, особенности породы, сопутствующие заболевания, которые могут возникнуть именно у этого животного. Ну, вот поконкретнее можно, взяли мы крупную породу, что с этой крупной породой может произойти? У собак крупных пород часто возникают проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Этому нужно будет уделять внимание и об этом знать, чтобы в те или иные моменты развития организма все это нужно корректировать. На все нужно держать внимание. Если же, допустим, мелкие собачки, они, например, холеричные, тут какие-то вот особенности свои имеются, все вот эти вот, значит, моменты можно тоже корректировать при помощи психологии. Я думаю, что если вы будете взаимодействовать с психологом собачьим, так скажем, будет результат, и животное будет в радость, и оно себя будет комфортнее чувствовать, все будет нормально. Ну, это понятно. Вот, посмотрите, значит, дома у нас уже находится щенок. Вот скажите, первая прививка, она когда ставится? Первая прививка после того, как мы проглистоконим, можно обратиться к ветеринарному специалисту, ну, может быть, в месяц. То есть месяц, да? Какие виды прививок существуют? Сейчас существует широкий спектр всевозможных вакцин и отечественного производства, и импортного, все вакцины хороши, которые используются и для выставочных, элитных животных. Но это не говорит о том, что только выставочные животные эти прививки получают. Очень много фирм в настоящее время вакцин. Ну, более подробно, я думаю, что можно узнать у ветеринарного доктора, потому что сейчас эти названия, говорить они не будут так восприниматься на словах. Владимир Геннадьевич, вот смотрите, сейчас завалена сеть, скажем так, зоомагазинов, не имеющих лицензию абсолютно на продажу ветпрепаратов каких-то. А порекомендуете вы покупать в магазине или прийти нужно в ветеринарную клинику или в ветаптеки где-то? А может быть, просто лучше обратиться, скажем так, в саму ветеринарную клинику для того, чтобы инъекцию именно сделал доктор? Потому что я думаю, что не каждый владелец животного способен на это. Как вы считаете? Да, это самое верное решение, обратиться непосредственно к ветеринарному доктору, где он объективно оценит состояние данного животного, обследует все параметры, клиническую картину посмотрит, общую. И после этого только, значит, нужно делать вакцину. Лучше всего обращаться, конечно, в ветеринарную клинику. Владимир Геннадьевич, вот очень актуальный вопрос возникает. Ко мне люди звонят, приходят письма по интернету и многие спрашивают. Если владелец уже решил о том, что его питомец, его собака не будет выступать в качестве производителя, скажем так. Вопрос стерилизации. Как вы считаете, стерилизация, насколько она может повлиять на здоровье животного? То есть, это хорошо, это плохо, и насколько это хорошо, и насколько это плохо? Вот такой вопрос, как я часто, поэтому я вам задам. Понятно. Значит, исходя из мировой практики, животных все-таки, которые не будут использованы в дальнейшем для разведения, их нужно стерилизовать. Во-первых, уравновешивается характер, потому что мы знаем, что хобель, это лидер, могут возникать вольно-невольно такие ситуации на прогулках или где-то, значит, с проявлением агрессии. И чтобы этого не было, элементарный способ – это кастрация. Да, кастрация – это операция, но она не столько, значит, страшна и травматична. И дальнейшие последствия, естественно, потому что меняется гормональный фон, ну, своя специфика организма после кастрации. Но в настоящее время это все легко корректируется. Элементарно к армаме, и в любом случае можно обратиться к ветеринарному специалисту, который подскажет. В этом сложности никакой нет. Это широко протеклется во всем мире. То есть, ну, давайте сейчас подведем итог с вами. Значит, мы должны сделать выбор какой. О том, что мы должны внимательно подойти к вопросу о выборе породы, то есть изучить какие-то материалы. Сейчас, я думаю, что это не настолько сложно, не нужно идти в библиотеку, идти в какой-то книжный магазин. Достаточно просто в поисковой строке в интернете набрать нужную вам породу, почитать отзывы, характеристики и так далее. То есть, вы узнаете сразу же спектр заболеваний, сопутствующих этой породе. Вы узнаете, скажем так, чем кормить, когда какие прививки делать. Ну, понятно, что лучше прививки. Я думаю, что специалист был прав, что не пожалеете там какую-то определенную сумму денег. Придите, поставьте, потому что прививку именно в ветеринарную клинику. Потому что специалист должен оценить именно вес собачки, ваше состояние, здоровье. То есть, ведь все-таки прививка – это какая-то провокация все-таки для организма. И организм должен быть подготовлен к этому. Вот вы говорили сейчас о том, что про клистогонники. Я так понимаю, что организм должен быть полностью здоровым. То есть, мы когда клистогоним, мы выгоняем вот эти у нас, значит, нехорошие состояния, скажем так, в организме собаки. И подготавливаем ее к вакцинации. Да, совершенно верно. Вот. И, значит, провакцинировали собачку, значит, и здесь уже в зависимости от того, нужно вам, считаете нужным, будет производителем собачка или не будет производителем собачка, нужно сделать выбор. Я так понимаю из ваших слов, что, в принципе, стерилизация как таковая, она ничего плохого для собаки не несет, а несет только положительные моменты. Я как психолог тоже вам объясню, например, как с помощью стерилизации можно убрать половую агрессию. Если у вас агрессивный вид породы, вы взяли какую-то собачку. Совершенно верно. Но вот еще такой вопрос. Значит, пропустили момент вакцинации. Собачка у нас получила распространенное заболевание такое, например, как энтерит или чем-то симптомы. Владимир Геннадьевич, вот очень актуально. Многие не замечают просто этого. Ну, прежде всего, значит, не нужно все пускать на самотек. Если мы видим, что животное не потушил очередной раз, животное должно, в принципе, питаться в определенном режиме. Пока это возникло, и в азии, самостоятельно что вы можете померить температуру. И если вам что-то непонятно, сразу все-таки, в своеобразии обращаться на терминарную глину. А симптомов очень много. Их нужно дифференцировать, их можно спутать элементарно по носу, отравлению, интоксикацией, интоксикацией. Или же это симптомы какого-то другого инфекционного заболевания. Все-таки лучше обращаться в ветеринарную клинику, чтобы не было никаких в дальнейшем, как говорится, сегодня что-то можно сделать, а завтра уже сделать ничего нельзя. Поэтому все-таки лучше обращаться. Друзья мои, спасибо вам за внимание. Следите за здоровьем своих питомцев. Вовремя обращайтесь в ветеринарные клиники. Всего вам хорошего, удачи. Спасибо. С вами был канал «Я и мой хвост». Я Олег и ведущий специалист областной ветеринарной клиники, которая находится на Федоровского. И любимый доктор животных цирковой системы в городе Кемерово. Спасибо большое. До свидания.